Раньше я думала, я буду зарабатывать, когда 80-90 тысяч, я буду шиковать! Всем огромный привет! Вы на канале Анастасия Флешка, и сегодня я расскажу вам про свои расходы за месяц, за ноябрь 2019 года. Многим такие видео интересны, многие любят за весь чужой шелек посчитать чужие денежки. На самом деле, этот месяц у меня получился затратом, и в принципе, сейчас вы сами увидите всю картину. Если у вас постоянно какие-то финансовые проблемы, то советую завести тетрадочку и записывать туда все свои доходы и расходы. Если вы будете записывать свои траты ежедневно, то вы увидите полностью картину, куда улетают ваши денежки. Сразу скажу, что на обязательные расходы, на постоянные, у меня сейчас уходит 50 тысяч рублей. Это прям минимум-минимум. У меня есть парочка знакомых, которых постоянно интересует, куда у меня улетают деньги. Типа, я не покупаю себе брендовые вещи, я вроде экономно питаюсь, но деньги улетают, и их как бы нет. Это, знаете, деньги как вода. Ну, короче говоря, на такие вопросы, которые меня подбешивают, я уже не обращаю внимания особого, и я не обсуждаю эти вопросы со знакомыми. И, как бы, я сейчас спокойно и лояльно уже ко всем отношусь, и я уже к разным вопросам привыкла за 6 лет публичной жизни на Ютубе. Короче говоря, ладно, поехали. Я сейчас буду рассказывать про расходы, и вы сами увидите всю картину, в принципе. Итак, коммунальные услуги. Я плачу 5 тысяч рублей в среднем каждый месяц. Сейчас холодное время года, только за отопление я плачу 2 600. Вот, остальное там по счетчикам, и вот так вот набегает пятерочка. Вот, домашний интернет и телефон. За домашний интернет я плачу 360 рублей. И, кстати, тариф опять повысили. Было 340, сейчас уже 360, и за телефон 300, 660 рублей. Это не так много, кстати. Вот, на продукты питания у меня ушло 12 тысяч рублей. При этом здесь нет никаких деликатесов. Здесь обычные самые продукты. Да, я в свой рацион, возможно, добавила побольше фруктов. И овощей. И то овощи сейчас очень подорожали. Плюс, так как уже зима начинается, они будут сейчас только дорожать. Продукты питания, вот 12 тысяч рублей, сейчас поясню. Это именно продукты, которые я покупаю в сетевых магазинах. Ну и на рынке. Ну, в основном я хожу в магнит или в пятерочку. Пятерочка находится в нашем доме. Поэтому чаще я туда забегаю по вечерам. Купить там самые банальные продукты. Молоко, хлеб. И в эту категорию не относятся обеды и ужины вне дома и питание в школе. Это отдельно я потом расскажу. Сейчас я пытаюсь свой рацион питания изменить в лучшую сторону. И курицу, например, лучше поменять на говядину и морепродукты. Но, сами понимаете, говядина в 5 раз дороже курицы. А морепродукты я не особо люблю. И также врач мне даже сказала, что лучше покупать, в рацион добавлять больше рыбы. А рыбу я тоже не особо люблю. Ну и к тому же, какую я люблю, она стоит 1000 рублей за килограмм. Обеды и ужины вне дома. Это 4000 рублей у меня в этом месяце ушло. При этом это тоже очень экономно. То есть это недорогие кафе и рестораны. Это просто типа магазинов яблоника, какие-то кондитерские. Олеся у меня питается в школе еще. По большей части, даже можно сказать, она там кушает, там она завтракает, обедает. Завтраки у нас там 70-80 рублей стоят. Обеды 120-140 рублей. Тоже по-разному бывает, можно выбрать. Но в среднем 4500 рублей уходит на питание в школе. Плюс, конечно же, с завтраком. Я ее кормлю еще и дома, я ей варю кашки обычно. И также ужин я всегда обычно готовлю сама. Далее медицинское обследование, анализы врачи. В этом месяце у меня ушло на это 10 тысяч рублей. Я уже давно хотела провериться на гормоны. Я сдала все эти анализы наконец-то. И сейчас мне назначили лечение. Лекарства я купила уже на 3000 рублей. У меня было какое-то недомогание, какое-то не очень хорошее состояние некоторое время. Я решила все-таки, что нужно уже провериться на эти гормоны. Несмотря на то, что у нас бесплатная типа медицина, у нас вот эти анализы, например, нельзя сдать бесплатно. Приходит все равно пользоваться услугами частных клиник, ну и также врачей. И, кстати, как только я начала больше зарабатывать, я перестала, сейчас практически не хожу к бесплатной поликлинике. Я в этом месяце также прошла несколько УЗИ. Я очень рада, что наконец-таки я сделала УЗИ щитовидки. Короче, девчонки, если у вас вдруг уболит грудь там или какие-то недомогания, то обязательно сделайте УЗИ щитовидки, проверьтесь на гормоны, потому что иногда реально одна таблетка может на многое повлиять. Чего я раньше тоже, кстати, не знала. Так, ну ладно, не будем о грустном. Занятие ребенка. И Олесь у меня ходит на рисование и на воздушную гимнастику. На рисование Олесь ходит в школу по сертификату, который бесплатный. А вот на воздушную гимнастику я плачу 2600 рублей в месяц. Также большие расходы на автомобиль, без этого никуда. И я решила сэкономить, не ставлю в последнее время на стоянку. На бензин у меня ушло 4000 рублей. Это минимум, при этом я никуда далеко не ездила. Но вот 4000 ушло. Мойка два раза в месяц. Я решила, если мыться так конкретно, комплексная мойка 500 рублей. И получилось два раза в месяц, это 1000. И также я пользовалась в этом месяце услугами шиномонтажа, ремонтом. Прям по мелочи что-то мне делали, 7000 рублей. В итоге нормальные цифры, потому что машина меня иногда просто убивает. И также я, кстати, ездила на такси и несколько раз на общественном транспорте. Но в основном на такси 2000 рублей. Вот. Также есть категория разная. Сюда входят хостовары, фикс прайс. Сейчас мы с Одессей там по мелочи покупали какие-то игрушки, констовары. Также мы ей покупали гимнастический купальник, какие-то мелочи. На это все ушло 3000 рублей. Так, камера села в самый неподходящий момент, как всегда. Я сейчас гоняла, посмотрела штрафы на сайте. Хорошо, штрафа в этом месяце у меня не было. На красоту, на манитюр-педитюр 2,5 потратила. Косметика, кстати, да, была закупка у меня, и ролик был про косметику. И потом я еще купила на Черной Пятнице. В Ребгоше была тоже скидка 50%. Я там купила косметики в общей сложности за месяц на 3000 рублей. Причем я не покупала люкс. Это самая такая обычная косметика из масс-маркета. Вот, стрижка, массажи, спа, косметологи. Это 0 рублей, потому что на это обычно денег уже не хватает. Так, и дальше это развлечения. Кафе, театр, кино, игровой центр. Я тратила, ну, короче, на все про все ушло 6000 рублей. Благодарна своим родителям и своей сестре. Они Олесю водили на культурные мероприятия по выходным. То есть, сестра у меня водила и в цирк, и в театр, и в кино они ходили. С родителями моими они ездили на балет. Вот на это все ушло 72 260 рублей. Абсолютно все самое необходимое. Никаких изысков. И вот такая сумма получилась в этом месяце. Вот. Ну и плюс. Покупки одежды и обуви у меня были в этом месяце. Один ролик я уже выложила на канале. У меня есть с покупками. А другой ролик будет скоро. Возможно, я его уже выложила. Не знаю, когда выйдет это видео. Но я купила в этом году. Да, прям я хорошо пошопилась в этом месяце. Две дубленки. Один пуховик. Одна пара зимней обуви. Но это и то я сапоги не купила. Чтобы сейчас купить хорошие, добротные сапоги, нужно как минимум 8000 рублей. Платье я купила тоже на распродаж за 1000, свитер за 1300, две кофточки за 1000, носки там, колготки, шапка, снуд, штаны, зонт. Вот. Ну и в итоге на покупки одежды и обуви у меня ушло 50000 рублей. Я просто очень давно мечтала о дубленке. Я купила именно то, что я хотела. Вот. А на декабре я уже тоже все распланировала. Это самый затратный будет месяц. Там и день рождения у Олеси. Нужно будет ей подарок купить, исправить в игровом центре ее днюху. Это как минимум 8000 плюс там торт, плюс еще праздничный стол накрыть дома для родственников. Это тысячи три-четыре. В итоге на день рождения уйдет где-то 12-13 тысяч. Вот. Обувь я хочу купить все-таки. Сапоги длинные. Это примерно 8-10 тысяч рублей. Также я хочу устроить новогоднюю фотосессию еще в декабре. Плюс я хочу записаться в тренажерный зал. Вот. Ну и короче говоря, вот что на этой странице. Здесь 72 тысячи. И плюс еще покупки одежды и обуви. Вышло на 50. Я когда это все посчитала и реально сложила эти цифры, я обалдела. Потому что я думала, что я в сотку уложусь. А. Ну и также в декабре надо будет покупать и подарки всем на Новый год. И праздничный стол новогодний. Там, да, будет у меня много видосов. На Новый год вообще очень много затрат. В этом месяце я ничего не тратила на технику, на мебель, на тренинги, на книги. Книги в основном бесплатные читала, находила. И тренинг я очень хотела пройти, который стоит 10 тысяч, я отложила на следующий месяц. Вот. Просто в этом месяце я потратила даже больше, чем я обычно зарабатываю. Но вот так вот получилось. Ну, плюс я говорю, что я хотела очень тубленку. Я хотела утеплиться этой зимой. И, как всегда, смена сезона, это всегда расходы и затраты нужны на Новый гардероб. И плюс еще, конечно, на следующий месяц нужно будет и Олесе прикупить новую одежду теплую. И обувь надо купить. Это тоже большие расходы. И всем девчонкам хочу пожелать финансовой независимости. Потому что это очень круто, когда ты сама зарабатываешь, когда ты тратишь на свои хотелки. Не надо ни у кого спрашивать разрешение. Не нужно зависеть от родителей, от мужа и от кого-то еще. Только когда вы станете независимы и самодостаточны, только тогда у вас начнется именно своя жизнь. И вы не проживете чужую. Поэтому всем успехов желаю. Всем всего самого наилучшего. Добра, мира, любви, позитива. Ставьте лайки, если вам это видео понравилось. И всем пока-пока. До скорых встреч. И подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. Я помню, когда я еще жила с бывшим мужем, я во всем себя ограничивала. Была дура-дурой. Я помню, как он мне всегда говорил, что мы не можем себе этого позволить. Мы все время жили в жуткой экономии. Поэтому сейчас безумно рада, что можно тратить деньги так, как я хочу. Никто тебе ничего не говорит, не упрекает тебя ни в чем, не ограничивает твою свободу. И ты распоряжаешься своими финансами именно так, как ты того желаешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!